Добрый день! Сегодня у нас серия 229 в серии «Мои комментарии» на события, мысли высказывания и идеи. Называется эта серия «Don't Look Up». Есть такой фильм, недавно вышел на Netflix. Очень интересно, и я хочу его разобрать. Вызву большой отклик. Зрители. Это конец 2021 года. Сегодня 1 января 2022 года. Вот это постеры «Don't Look Up». Два варианта я нашел в сети. Право главные герои и слева важные персонажи фильма. Давайте перескажем кратко события фильма сначала. О них можно разделить на четыре этапа. Первый этап. Основным вычисляю, что к Земле летит комета, и она столкнется с Землей через шесть месяцев, по-моему, 14 дней. Вот эти астрономы составляют в моей терминологии команду номер один. Это Кейт Дибиаски, астроном Дженнифер Лоурес, актриса Рэндалл Минди, профессор астрономии Леонардо Ди Каприо, исполняет Тедди Оглетторп, начальник отдела координации защиты Земли, исполняет Роб Морган. Вот эти трое профессиональные астрономы добираются до президента Соединенных Штатов и убеждают, что через некоторое время президент открывает проект по противодействию этой угрозе. Я буду называть его проект номер один. Вот это команда номер один. Кейт Дибиаски, Рэндалл Минди и Тедди Оглетторп. Слева направо. Правда, в несколько ином облике они предстают в фильме Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо. Вот в таком, гораздо более затрапезном, я бы сказал, виде. Вторая часть сюжета состоит в том, что в рамках проекта номер один стартует команда космических кораблей, но сразу после успешного старта корабли возвращаются на Землю. Оказывается, проект номер один отменили лично президент, потому что миллиардер Питер Ишервелл уговорил президента отменить проект номер один и запустить вместо него проект номер два, который выгоден лично Питеру. Проект номер два поддерживает команду номер два, в том числе президент Шат Дженни Орлеан, играет Мэрил Стрип, ее сын Джейсон Орлеан, глава аппарата Белого дома, и выиграет Иона Хилл, и сэр Питер Ишервелл, миллиардер, донор семьи Орлеан, артист Марк Райланс, британец. Вот, слева направо Дженни Орлеан, Мэрил Стрип, Джейсон Орлеан, Иона Хилл и Питер Ишервелл, Марк Райланс. Третья часть сюжета. Противостояние двух команд разрастается, приобретает всепланетный масштаб, на сторону команды номер один встают Юл, тогда же актер Тимоти Шалома и его друзья Хиппи, это команда номер один А. Райли Бина, актриса Ариана Гранде, ее бойфренд Диджей Челло, актер Схот Мэскуди, поп-поп, музыканты и певцы. А на сторону команды номер два встает Филипп, бывший бойфренд, Кейт, актер Химеш Патер, и я отношу его к команде, его и таки, как он, команде два А. Вот эти союзники наших главных героев, слева Юл, Райли Бина и Диджей Челло, а справа Филипп. Команды слева один А и один Б, а справа два А. Ну и вот четвертый, заключительный поворот сюжета. Проект номер два запущен, но он не достигает цели из-за поломок и нештабных ситуаций. Комета падает на Землю, уничтожает все живое, все гибнут. Все, да не все, Питер и Шерролл и Дженни Орлеан успевают улететь на специальном космическом корабле. Они прилетают на чужую планету в группе таких же избранных землян, но в первый же час пребывания на новой планете Дженни погибает от круга хищной птицы, похожей на имя петуха и страуса. Джейсон Орлеан, как мы узнаем после титров, пересидел в бедствии в подземном бункере, и когда выходит на поверхность, оказывается один на целой Земле. Не очень приятная судьба. Так вот, теперь давайте по этим событиям проведем анализ средствами ТОАИ. Дело в том, что у меня своя социология, и я опираюсь на высказывания Алексея Левинсона, вот есть его лекция на Ютубе, сотрудник Левадо-центра. Я цитирую его. «Социология предсказывать не умеет. За последние 40 лет мы не предсказали ничего». Кому нужна такая социология, которая не предсказывает ничего? Поэтому у меня своя социология. Я базируюсь на своей собственной теории уровня абстрактного интеллекта. И сейчас кратенько перескажу, что надо о ней знать, об этой теории, чтобы понимать ход моих рассуждений. Так вот, существуют уровни с номерами от 1 до 8. Иногда я использую номер 0 и номер 9. На каждом уровне все приметы свои, все свойства человеческой деятельности, в том числе тип мышления, тип сознания, тип взаимодействия и тип поведения. Уровни можно представить себе как ноты. Доры, мифасоли, седо. И тогда многие явления вокруг нас будут описываться сочетаниями уровней, то есть аккордами. Теперь можно построить социологию современного общества из семи позиций. Каждый человек занимает одну определенную позицию из семи таких позиций, стеристических четверок-семь, потому что это аккорды. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, еще два, 2, 4, 6, 8 и 1, 3, 5, 7. Фильм, который мы анализируем, демонстрирует, что общество раскалывается на союзы аккордов или групп, или позиций. Но имеется в виду именно вот эти семь позиций. Уровни поля внимания я символизирую вот такими пиктограммами, такими словами определяю. Стеристические четверки, в книжке они у меня называются паттерны 4. Я их ассоциирую с шахматными фигурами, но вот вариант, когда 5, 6, 7, 8, нет такой фигуры, перерисую пятиугольник. Вот смотрите, они 2, 3, 4, это архаика, 2, 3, 4, 5, это обыватели, 3, 4, 5, 6, это либералы, ученые, дальше идут арт-активисты, изобретатели, дальше идет семейное образование, гуманисты-моралисты, и гопники, чекисты, жулики, эгоисты. Так вот, какие позиции занимают герои нашего фильма. Конечно, главные тут ученые, Кейт Рэндов и Тедди, и они занимают 3, 4, 5, 6, это команда номер один. С ними в союзе гуманисты, Ю и его друзья, 2, 4, 6, 8, ну и конформисты, Бина и Челла-музыканты, которые представляют 2, 3, 4, 5. А им противостоят изобретатели, но они в то же время эгоисты-жулики. Это прежде всего Сэр Питер, а также примкнувшие к нему Дженни и Джейсон. Ну и их союзники-телезрители, 1, 2, 3, 4, вот эти 3 четверки, 4, 5, 6, 7 и 1, 3, 5, 7, и 1, 2, 3, 4. Вот это команда номер 2 и 2А, ее союзник. Ну а мы с вами занимаем позицию 5, 6, 7, 8, мы сверху видим все и никому не примыкаем, хотя понимаем на чьей стороне правду. Так в чем же смысл фильма? Дело в том, что только что отгремело президент Садону до Трампа, который был чистеньшим воплощением 1, 3, 5, 7. Человеком, который нарушает любые правила, непрерывно врет, занимается личными делами под видом общественных, демонстрирует жадность, устремленность, буйную фантазию и импровизацию без подготовки. Кстати, 1, 3, 5, 7 – это же профили Владимира Путина с теми же свойствами. Авторы фильма обычно представили себе, что Дональд Трамп, 1, 3, 5, 7, соединился с миллиардером, в образе миллиардера Питера, с современными изобретателями, такими как Иван Маск и Джефф Безус. И вот тут им стало плохо, потому что сегодня эти изобретатели работают на 4, 5, 6, 7 и 3, 4, 5, 6, то есть они работают с учеными. А в фильме они работают не с учеными, они работают, вот, совмещают изобретательство с эгоизмом. 1, 3, 5, 7. И в этом случае мы все рискуем очень сильно. И находимся на волосок от гибели. Что же делать? Вообще-то, по-хорошему, надо было изолировать эгоистов, таких как Дональд Трамп, от политики, от участия в принятии общественных решений, общественно важных. Но американцы до сих пор не знают, как это сделать. И угрожающая следующая эпоха президентских выборов, в которой может участвовать Дональд Трамп, это кошмар для всех, кто понимает, насколько он опасен. Вот, собственно, фильм об этом. О том, что эгоизм, соединенный с изобретательством, если он начинает воевать с учеными, и гуманистами, то, в общем, последним плохо. И они не знают, как защититься. Вот в этом, видимо, в этой социологии, в этом логическом противостоянии есть основная изюминка фильма. Вот основная идея того, чего хотели сказать авторы. Спасибо. Продолжение следует. До новых встреч.